Доброе утро, дорогие друзья! Давненько мы с вами собачку не выгуливали. Наши каналы все еще находятся под информационной атакой, на грани блокировки. И тем не менее, я думаю над тем, как нам дальше развиваться. Ой! Думаю, может купить другую камеру получше. Но что-то пока что посмотрел, пока что решение принять не удалось. Вечером мои мысли занимала тема народных объединений. И вот так посмотришь, очень маленькие достижения, очень маленькие успехи, какие-то смутные цели и программы. Люди с трудом могут сформулировать, а что они вообще, собственно, хотят сделать, что хотят добиться, к чему стремятся. Зачем они в принципе объединились в то или иное сообщество. А потом я вспомнил, как развивалась киноиндустрия. Ведь это же сначала все было тоже кустарно, очень косо-криво. Сначала это был удел любителей, в общем, любая индустрия. Изначально это некое любительство. А потом оно разрастается, разрастается. Появляются профессионалы на каждое дело, специалисты. И это все уже обретает совершенно другие очертания. И мы совершенно не должны удивляться и смущаться, бояться того, что сейчас что-то криво-косо получается. Ведь поймите, мы готовим почву. Те люди, которые сейчас делают робкие попытки и снимают любительские ленты через пять лет, наберутся опыта, наберут команду. В обществе будет понимание, что и зачем делается. Вот, например, сейчас собрать деньги на что-то практически невозможно. У людей денег просто нет. С другой стороны, у государства денег полно. Если же у людей деньги есть, то мы боимся заниматься благотворительностью, деньги на что-то собирать. И очень часто кидают. Очень большая проблема. Вот присылают там на почту какие-то документы на тему. А давайте собирать деньги на операцию, там, или еще на что-то. Очень много мошенников. С этим всем тоже наступает ясность. Мошенники садятся, создаются специальные организации, которые все это могут проверить. И четко. Вот эти люди могут сделать вот это. Им нужно для этого какое-то количество денег. Они точно не будут украдены. То есть и с деньгами решается вопрос, и со специалистами решается вопрос, и с целями. Надо не бояться, надо просто делать. Надо себе отдавать отчет, что те общественные объединения, политические организации, которые нам сейчас нужны, это не те люди, которые сразу построят в Фанталыку прекрасный мир, нет. Это те люди, которые удобряют почву своими попытками, своими неудачами. Но в этих неудачах кто-то, может быть, молодежь, и не обязательно молодежь, будет набираться опыта. Люди будут видеть, что да, у них не получилось, но деньги были не сворованы. Да, у них не получилось, но они хотя бы к этой теме привлекли внимание. И как развивалась любая индустрия, через любительство, через неудачи, через кривые косые проекты, тем не менее, это служит основой для дальнейшего развития. Второй момент, а что такое революция? Всегда говорится о том, что это некая смена общественного устройства, смена общественных отношений. Помните, как в гимне коммунистическом «Разрушим все до основания, а потом...» Вот почему-то никто не говорит о том, что потом. Революция — это не просто разрушить. Революция — это разрушить и создать. Вот две эти части, два этих компонента, они в целом и являются революцией. Потому что... То есть революция, она не длится один день, она не длится даже неделю. Революция — это процесс перехода из точки А в точку Б. То есть если у вас нет советов рабочих и крестьян, народных советов, то вы народовластия не построите. Вы можете создать... Вы можете создать ситуацию без власти. Вы можете убрать царя, например, или систему Путина олигархическую. Но это еще не революция. Революция, она идет долго. Революционер — это человек, которому есть что предложить. К сожалению, об этом мало говорится или говорится совершенно в каких-то других терминах. Революция у нас воспринимается как госпереворот. Друзья мои, просто убрать этот режим меня лично не устраивает. Меня интересуют те проекты, которые позволяют сказать, а что дальше. И таких проектов, к сожалению, очень мало. Я желаю всем нам удачи, желаю всем нам успехов, призываю всех активизироваться в этом направлении, объединяться. Хора вам передает приветы. Берегите себя, будьте здоровы. Не бойтесь ошибок. Ошибка — это попытка. Ошибка — это привлечение внимания. Ошибка — это шаг. Лучше идти и падать, чем стоять и гнить. Обнимаю. Хорошего вам воскресенья. Всех благ. До новых встреч. Пока.